Глубоко уважаемые президенты, глубоко уважаемые коллеги, позвольте представить наш доклад на тему ранней диагностики и профилактики инфекционных осложнений, легочных осложнений при сочетанной травме. Сочетанная травма – это одномоментное повреждение одним травмирующим агентам, двух и более анатомических областей тела. В настоящее время травма является не только медицинской, но и серьезной социально-экономической проблемой. И наряду с болезнями системы кровообращения и новообразованиями занимает одно из первых мест. Смертность от травмы пострадавших до 45 лет остается на первом месте. И несмотря на достигнутые последние десятилетия успеха, летальность группе пострадавших с тяжелосочетанной травмой остается высокой и колеблется от 10 до 50%. Мы видим, что среди основных причин летальных исходов на долю инфекционных осложнений приходится... Что-то не работает, да? На долю инфекционных осложнений приходится до 30%. И при этом следует отметить, что в общей структуре инфекционных осложнений на долю инфекционных легочных осложнений приходится более половины от всех осложнений. Традиционные алгоритмы диагностики и лечения уже развившихся инфекционных легочных осложнений и пострадавших с тяжелосочетанной травмой не обеспечивают радикальное уменьшение частоты этого варианта осложнений и снижение летальности от них, и выявление особенностей иммунных нарушений на ранних этапах травматической болезни, когда страдают системы как адаптивного, так и врожденного иммунитета, создающие предпосылки к развитию опасных инфекционных осложнений у пострадавших в посттравматическом периоде, представляют особый интерес для медицинокритических состояний. Таким образом, целью нашей работы явилось выявление раннего иммунного дисбаланса и оценка эффективности ранней иммунозаместительной терапии в уменьшении числа инфекционных легочных осложнений у пострадавших с тяжелосочетанной травмой. Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи. Показать наличие раннего иммунного дисбаланса у пострадавших с тяжелосочетанной травмой и определить его роль в ранний посттравматический период как фактор риска развития гнойного трахеобрахета или назокамиальной пневмонии у пострадавших с высоким риском развития инфекционных легочных осложнений и обосновать на основании комплексного анализа клиника лабораторных данных использование ранней иммунозаместительной терапии и оценить ее эффективность как меры профилактики инфекционных легочных осложнений у пострадавших с высоким риском их развития после тяжелосочетанной травмы. Критериями включения явились все пострадавшие сочетанной травмой, которые находились в отделении реанимации интенсивной терапии. Критериями исключения явились пострадавшие с комбинированной травмой и повреждениями полых органов с массивным размножением мягких тканей и гнойно-септическими очагами вне легочной локализации, те, которые были переведены к нам из других лечебных учреждений, те, которых возраст составил моложе 18 и старше 80 лет, умершие первые 12 часов с момента травмы и пострадавшие с тяжелой черепно-мозговой травмой 4 балла и менее по шкале Комоглазга. Для диагностики наскормиальной пневмонии мы руководствовались критериями, изложенными в российских национальных рекомендациях и оценкой тяжести пневмонии по шкале СПАС. Клиническая шкала инфекционных легочных осложнений и шкала СПАС представлена на данном слайде. В общей структуре внутрибольничных пневмоний у пациентов, которые находились в отделении реаниматологии, более половины из всех возбудителей составляли это неферментирующие грамотрицательные бактерии, до 30% приходилось на долю энтеробактерий, 15% составляли грамм положительная флора и до 1% составляли грибы. Среди неферментирующих грамотрицательных бактерий превалировали ацинетобактер и псевдомонос аэрогеноза, среди энтеробактерий превалировали клепсиэлопневмония, среди грамм положительных возбудителей это превалировало на золотистый стафилококк. Всего было в исследовании включено 284 пострадавших, средний возраст которых составил 34 года. На данном слайде представлены пострадавшие. На слайде представлены статистические методы, которыми мы пользовались. Изучение гуморального и клеточного иммунитета, звеньев системы иммунитета, производилось исследованием первые и вторые сутки после травмы, исследовались общее количество лейкоцитов, относительное количество Т-лимфоцитов, относительное количество Б-лимфоцитов и субпопуляции Т-клеток Т-хелперы и соотношение их к Т-цитоксическим лимфоцитам с расшетом иммуно-регуляторного индекса. Также исследовались концентрации иммуноглобулинов всех классов, поглотительная активность нейтрофилов и бактерицидная активность. На данном слайде представлены варианты прогностически неблагоприятных иммунограмм. На данном слайде представлен ранний иммунный дисбаланс у пострадавших с тяжелосочетанной травмой. Мы видим, что при распределении пострадавших на две группы, у тех, у которых не было инфекционных осложнений и у тех, у которых в последствии развелись инфекционные осложнения, темные столбики – это группа пострадавших, у которых в последствии развелись инфекционные осложнения. Мы видим, что у них статистически значимое отмечается снижение всех классов иммуноглобулинов. Также отмечается статистически значимое снижение относительного количества Т-лимфоцитов, но в то же самое время повышается относительное количество Б-лимфоцитов. Также отмечается снижение индекса активации при выявлении прогностической способности раннего иммунного дисбаланса и его комбинации с оценкой тяжести и повреждений в отношении риска инфекционных легочных осложнений. Мы выявили, что в группе, это первая группа, у которой не было инфекционных легочных осложнений, иммунный дисбаланс составлял всего лишь 6,5%, в то время как в группе, которых с инфекционными осложнениями иммунный дисбаланс отмечался почти у 79% пострадавших. Построенный рок-анализ совместного влияния комбинации АСС, тяжести и повреждений по шкале АСС, и иммунного дисбаланса на риск развития инфекционных легочных осложнений, показал нам, что совместная оценка, комплексная или совместная оценка тяжести, повреждений по шкале АСС, иммунного дисбаланса позволяет наиболее точно прогнозировать с площадью под кривой 0,966 риск развития инфекционных легочных осложнений. Таким образом, прогностическая значимость в отношении риска гнойного трахеобронхита или назокомиальной пневмонии после тяжелой сочетанной травмы обладает ранний иммунный дисбаланс, который характеризуется специфическими изменениями как гуморальным, так и клеточным звеньях иммунитета. Дальше мы проводили профилактику инфекционных легочных осложнений. В основу концепции использования донорского иммуноглобулина для профилактики инфекционных легочных осложнений были положены следующие положения. Иммуноглобулины способны не только связывать бактериальные антигены и токсины, но и уменьшать активность воспалительных реакций за счет нейтрализации активированного комплимента. Они снижают гиперактивность клеток, в том числе нейтрофилов, активируют клеточные механизмы нейтрализации антигенов, диссоциируют иммунные комплексы, влияют на пролиферацию созревания клеток иммунной системой, обеспечивают противоинфекционный иммунитет, в том числе полноценный фагостоз. Показанием к применению иммуноглобулина G является также его стойкий дефицит в раннем посттравматическом периоде у пострадавших с тяжелосочетанной травмой. На данном слайде представлены данные 225 пострадавших. В среднем возрасте их составило 36 лет, и тяжесть травмы по шкале СС отценивалась почти 42 балла. При этом общая кровопотеря у них составила свыше 3000 мл. летальность составила в группе 16,4%, и средний койк один составил 8,3%. При распределении по механизму травмы более половины всех пострадавших составили, это были пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях. И при распределении по срокам ИВЛ мы видим, что более 50%, точнее 54,2% нуждались в продленной длительной вентиляции более трех суток. При распределении пострадавших на две группы в зависимости от ранней иммунозаместительной терапии применялся иммуноглобулин для внутривенного введения в дозе 7,5-10 г в течение первых трех суток. Мы видим, что в группе, где проводилась ранняя иммунозаместительная терапия, статистически значимо повышаются все классы иммуноглобулинов, в то время как в группе без проведения ранняя иммунозаместительной терапии отмечается статистически значимое снижение иммуноглобулина G. В то же время в первой группе, где применялась ранняя иммунозаместительная терапия, отмечается статистически значимое повышение относительного количества Т-лимфоцитов. И при применении ранней иммунозаместительной терапии отмечается статистически значимое повышение относительного количества Т-лимфоцитов, в то время как в контрольной группе, где не применялась ранняя иммунозаместительная терапия, отмечалось статистически значимое снижение Т-лимфоцитов и статистически значимое повышение Б-лимфоцитов. То есть получались такие ножницы. При оценке по шкалам CPIS и APH2 мы видим, что группы статистически значимо различаются между собой по шкале CPIS уже в 3-5 сутки. То есть происходит клиническое улучшение ткани, лёгочной ткани в группе, где применялась ранняя иммунозаместительная терапия и по шкале APH2 в группе, где применялась, то есть группы уже значимо различаются между собой 5-7 сутки и в группе, где применялась ранняя иммунозаместительная терапия, уже начиная с 5-х суток происходит улучшение общего состояния. На данном слайде представлена клиническая эффективность ранней иммунозаместительной терапии. Мы видим, что в группе, где применялась ранняя иммунозаместительная терапия, статистически значимо снижается частота инфекционных легочных осложнений, снижается койко-день, также снижается летальность. Таким образом, включение препаратов, содержащих иммуноглобулин G в состав комплексного лечения пострадавших с тяжелой сочетанной травмой и большой кровопотери, способствует быстрому восстановлению баланса компонентов иммунной системы, участвующих в реализации воспалительных реакций и противоинфекционного иммунитета. Также снижается частота развития инфекционных легочных осложнений и их тяжесть. Спасибо за внимание.